МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну ничего себе, слушай, Ира! А зачем тебе столько шариков? Это не шарики, это частичка солнца. А тогда ты хотела сказать много солнца? Нет, солнце здесь одно. А все остальное протуберанцы. По трубе что? Протуберанцы. Ладно, пусть это будут солнечные лучи. Парсенэш, Коля, нас погода сегодня как-то не очень балует. Я вот решила добавить таких вот ярких, радостных красок, чтобы гулялась веселее. Согласен. Ну что ж, присоединяйтесь и вы к нашей прогулке. И больше узнавайте о городе, в котором живете. Кстати, а ты не боишься, если ветер подует и тебя унесет? Я не боюсь, я гвоздик в карман, Коля, положила. Модернизация по-могилевски. Дети асфальта расставили городские акценты вместе с председателем Могилевского горосполкома Владимиром Цумыревым. 300 миллионов евро и тысячи рабочих мест. В Могилеве реализуются два крупных инвестпроекта. Босиком по льду. Могилевчанин Валерий Бетев покорил холод. Лето посреди зимы из скромной фиалки и цветы, которые завораживают. Звездная коллекция. Дети асфальта посмотрели фото кумиров прошлых лет. Один из законов бизнеса – обновляйся или умри. Могилев – город живой, постоянно меняющийся, поэтому второй вариант нам неприемлем. Вот и дети асфальта решили представить вам новую рубрику «Городские акценты». Их мы будем расставлять каждый месяц вместе с председателем Могилевского горосполкома Владимиром Цумыревым. И наш первый разговор об обновлении в экономике. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Добрый день, Ирина. Какая приятная встреча. А вы откуда? Взаимно. Заседание исполнительного комитета проводили в выездной исполком. Основная цель нашего исполкома была посмотреть, как идет реализация проекта по модернизации производств. И где он проходил? Три предприятия, которые были посещены. Это, прежде всего, метургический завод, потому что начинается комплекс мероприятий, к которым увязана цепочка трех предприятий – метургический завод, завод Кирова и вагоностроительный завод. Так вот, на метургическом заводе мы посмотрели, как реализовывается этот проект по производству черновой оси подвижного состава железнодороги. Объем инвестиций по метургическому заводу составляет 42 миллиона долларов. Следующее предприятие, которое идет в этой цепочке, которое важно не только для нашей региона, но и для республики – это завод Кирова. Там уже будет идти, значит, чистовая обработка черновой оси и будет производиться колесная пара. Опять-таки, объем инвестиций составляет 42 миллиона долларов. Но хочу отметить, что на данном предприятии в основном стоит линия нашего отечественного производства. Это очень важно, потому что практически 7-75% этого оборудования технологического – это наше белорусское производство. И следующее предприятие, которое идет уже как замыкающее – это вагоностроительный завод, который будет эту колесную пару брать и, естественно, выпускать вагоны, которые сегодня крайне нужны не только нашей стране, но, я думаю, в целом, значит, странам, бывшего Советского Союза, странам СНГ. Владимир Михайлович, а скажите, пожалуйста, о модернизации по-могилевски, что это такое? Есть уже какие-то результаты? Ну, во-первых, мы еще в январе прошлого года на составе горосполкома был утвержден комплексно-план мероприятий по модернизации производства. Планируется, что к концу завершения всей цепочки мероприятий по модернизации мы будем иметь выручку на одного работающего – 70,9 тысяч долларов. Значит, добавлена стоимость 20-21 тысяча и, как результат, будем иметь среднюю зарплату на одного работающего – 6,6 миллиона 4 тысяч. Это по нашим расчетам, которые мы имеем. Но возьмем, например, наше предприятие, которое сегодня, кстати, не все, наверное, еще знают, что предприятие «Хлебпром» уже имеет новое название, называется «Булочная кодистская компания «Домачай». Так вот, когда завершится процесс реализации проекта, точнее, проекта по модернизации данного производства, мы будем иметь дополнительно тысячу тонн продукции, которая является не только импортозамещающей, но и экспортоориентированной. И немаловажно одно из ведущих предприятий нашего машиностроения – акционерное общество, значит, завод лифтомашиностроения. По реализации проекта будем иметь, значит, выпуск продукции, а основная продукция – это лифты, значит, количество 14 тысяч штук. Владимир Михайлович, ну, понятно, для чего нужна модернизация на предприятиях. А какой прок от нее для города и для горожан обычных? Ну, уважаемая Ирина, продукция, выпускаемая любым предприятием нашего города, она однозначно востребована на нашем рынке. Но главная цель всего этого, значит, проекта по модернизации, наши планы модернизации, чтобы продукция была импортозамещающая и экспортоориентированная. Ну, слушай, большое спасибо, Владимир Михайлович, за интересный обстоятельный разговор. Ну, а мы расставим городский акцент уже в следующем месяце вместе с председателем Могилевского городского исполнительного комитета Владимиром Цумариевым. Спасибо, Ирина. Всего доброго. В Могилеве не только обновляются действующие предприятия, еще создаются и новые. Два инвестпроекта, которые должны изменить структуру нашей экономики. Объем инвестиций порядка 300 миллионов евро, создание более тысячи высокодоходных рабочих мест, плюс импортозамещение. Дети асфальта изучили экономическую арифметику. Один из инвестпроектов должен стать самым крупным специализированным заводом в Европе. Это будет производство плит из стружки, или так называемых ОСБ-плит. Практически вся Америка застроена такими домами. Две плиты, между ними утеплитель и выдерживают температуру до минус 30. Строительство в самом разгаре. Уже в конце года первая плита должна сойти из конвейера. Не за граммя реализация еще одного крупного проекта. В ОМСК Техуглерод в связи с тем, что проект является технологичным, инновационным, первая стадия строительства будет начата в этом году и вот в эксплуатацию этого предприятия в следующем году. Предприятие будет выпускать технический углерод, один из основных видов сырья для белошины. Кстати, подобных проектов нет в Беларуси. Вот оно, импортозамещение. С реализацией этих проектов связывает серьезные экономические изменения. Реализация этих двух проектов позволит в области создать более тысячи высокодоходных производительных рабочих мест, позволит существенно улучшить внешнеэкономические показатели, в частности, снижение импорта и, как следствие, увеличение сальдо положительного в нашей области. Вообще создается настоящий кластер для обработающих предприятий. Там, где строится новое производство, уже работают ВМГ-индустри и МВЛайн на Икею. Но места хватит всем. Под развитие промышленной зоны на окраине Могилева выделено 380 гектаров. Что? Где? Когда? Нет. Мы не собираемся в интеллектуальное казино. Ответы на эти вопросы собрал Роман Коткин в городском блоге. И они касаются исключительно последних могилевских новостей. Начнем, Гурблов, с главной мировой темы – Олимпиады в Сочи. Наш город не остался в стороне от главного спортивного события года. В Могилеве открылся зал олимпийской славы. Многие экспонаты, медали, кубки, спортивную амуницию и инвентарь принесли сами олимпийцы. На Могилевщине их шесть. Пока шесть. Надеемся, зимняя Сочи пополнит экспозицию нового музея. Куда деть старый телевизор, холодильник или газовую плиту? Многие, не мудрствовая лукаво, выбрасывают их прямо в контейнер. А так нельзя. Даю подсказку. В Могилеве начали бесплатно собирать в утиль старую бытехнику. Если нет возможности выехать на предприятие, оставляйте заявку по телефону 26 62 39 26 62 01. И специалисты приедут по адресу сами. А вот старые автобусы, которые откатали свои тысячи километров по городским улицам, заменят на новые. Могилевский автопарк планируют в этом году купить 20 новеньких автобусов. Процедура стандартная, происходящая ежегодно, но исключительно приятная. Ну и вернемся к зимней теме. Могилевской лыжни не хватило снега, и мероприятие переносится. Насколько, пока неизвестно. Гляньте сами, что творится на улице. По такой погоде можно заняться разве что водными лыжами. Что ж, дождемся снежка и все на лыжню. Наверное, в честь китайского Нового года в Могилеве все еще висят билборды с праздничной тематикой. Смотреть на это весело, а вот удивляться нечему. Кое у кого еще и елки до майских стоят. Глядя на этих уток, внутри все холодеет. Не может быть, чтобы им не было холодно. Но так и есть. У пернатых очень хорошая защита от холода и воды. Пернатые моржи в рубрике «Без комментариев». Ух, прохладно. Ах, признаюсь честно, я люблю, когда тепло. Хотя всегда по-доброму завидовала людям, которые в самый лютый мороз могут запросто окунуться в проруби. Как могилевчанин Валерий Бетев. Валерий Александрович Бетев каждое утро начинает с пробежки. Для него как в той песне, что снег, что зной, что дождик проливной. Погода не важна. Главное, чтобы настроение было. Форма одежды неизменна в любую пору года. Шорты и кроссовки на босую ногу. Входные процедуры завершают утреннюю разминку, но тоже с особым ритуалом. «Хорошо дыхательную практику делать. Тянуть воздух прямо с космоса, пропускать его через себя до центра Земли. И он потом возвращается, назад уходит в окружающий мир». Бывший военный летчик в этом году отметит 63-й день рождения, но говорит, какие его годы. Нынешним летом он собирается с экспедиции на подкаменную Тунгуску. А вот в поликлинике Валерий Александрович гость нечастый заходит, разве что флюорографию пройти. А закаливаться начинал с хождения босиком по снегу и обливание водой. «Для меня сейчас уже закалка и купание в проруби – это не просто так окунулся в воду и выскочил, и убежал с круглыми глазами. Это прежде всего многогранный такой энергоинформационный процесс, процесс взаимодействия с водой, с природой, с космосом, с Господом Богом». Валерий Александрович уверен, хвори отступили благодаря лечению холодом. Правда, всему нужно знать меру. «Кому-то хорошо сразу в прорубь повесить, а кому-то дома души холодные принять секунд 10-15. Замечательная процедура – контрастный душ. Она, в принципе, безвредная, очень безопасная. Секунд 20-30 – горячая вода, секунд 10 – холодная. И так несколько раз». «Закалка – вещь хорошая», – говорит лётчик в отставке, – «но очень серьёзная. Хвастаться и ставить рекорды здесь неприемлемо, ведь можно нанести серьёзный вред своему здоровью». Цветы, валентинки и нежные чмоки. День всех влюблённых – это ещё один повод подарить своим любимым праздник. Завтра Могилёв отметит День Святого Валентина. А давайте посмотрим, как горожане готовятся к этому романтическому событию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я вот думаю, как лучше отметить День Святого Валентина. Сходить с любимым в ресторан или может устроить романтический ужин при свечах дома? Или прокатиться на пару на горных лыжах? Что-то я растерялась. А давайте-ка узнаем, как могилевчане собираются отмечать День всех влюблённых. День Святого Валентина нужно отмечать так, чтобы девушка была в восторге. Любая. Да мы немножко староваты. Нет, а я буду ждать, чтобы меня поздравил мужчина. Сейчас идём за конфетами, заказали торт. Ну и естественно, праздник это ж мужской праздник. Нам повезло. Светлого Валентина и 23 февраля. Планируем с мужем сходить в кафе. Дома с семейным ужином. С любимым. Дома в кругу семьи. С любимыми людьми своими. С супругом и дочкой. Дома с мужем с семьей. С любимым человеком. Разговариваю с любимым человеком, не будем отвлекать. Одна. В общежитии скушать. Гулять. На эту девушку, на этот праздник. Как раз влюблюсь. Саша, я не понял, а где наш хлеб? Мы покупали целый кирпичик. Почему сейчас у нас пол хлеба? Друзья, получается на 14 февраля мне тоже придётся искать свою вторую половинку. Завтра не только день всех влюблённых. Это ещё и день цветов. Выбор нынче на любой вкус. Роскошные розы, экзотические орхидеи, нежные тюльпаны. А дети асфальта рекомендуют фиалки. Из них, кстати, можно сделать самый настоящий свадебный букет. Уж нам, поверьте. Даже в самые холодные дни квартира могилевчанки Татьяны Огородниковой утопает в цветах. В её личной коллекции 700 фиалок. Взгляд от этих цветов оторвать невозможно. Синие и жёлтые, в полоску и крапинку, с блеском и бахромой. Когда за окном снег и мороз, такая палитра завораживает. Интересный случай. Мне позвонили, спросили, говорят, а у вас фиалки есть? Я говорю, да, фиалки есть. А какие фиалки? Я говорю, фиалки, ну, разные, зелёные, красные, в полосочку, в чёрточке. Фиалки должны быть фиолетовыми. Значит, это не фиалки. Невероятно, но некоторые из этих сортов даже летали в космос. Учёные исследовали, как на фиалки влияет невесомость. Семена этих фиалочек отправляли в космос. И за счёт этого они получили определённое свойство. Они очень хорошо цветут шапками. То есть цветочки могут быть самые простые, но у них очень-очень большие шапки и длительное цветение. А названия и впрямь космические. Оптимара, химеры, килая. За 10 лет коллекционирования могилевчанке даже удалось вывести свой сорт. Вот химера, которая, ну, на сегодняшний день, она только у нас находится, в нашей коллекции. Это, мы его назвали, снежный вулкан. Татьяна не скрывает, её хобби не из дешёвых. Чтобы коллекция росла, нужны 12-часовое освещение и почти стерильные условия. Под коллекцию могилевчанка отвела столовую, куда нельзя входить в верхние одежды и уж тем более вносить другие растения. Минимум проветривания и фитильный полив. Основная ошибка – это посадка в огромные горшки. Часто в организациях видишь, что фиалка очень маленькая, очень бледненькая, она растёт в огромном керамическом горшке. Соответственно, это огромный минус для растения, она не может там развиваться. Даже кот хозяйки к цветам относится с уважением. Стоит ли говорить, что именно фиалки Татьяна выбрала и для своего свадебного букета? Аргументы просты. Эти цветы завораживают. И снова о любви. На этот раз к звёздам. Я имею в виду наших кумиров, киноактеров. Сегодня о них всё можно узнать из интернета. А полвека назад люди собирали целые коллекции фотооткрыток с портретами любимых звёзд. Сколько же у вас карточек здесь? Хотя бы примерно. Примерно? Наверное, порядка двухсот. Свою коллекцию Вячеслав Кравец собирал в далёкой юности. Он всегда увлекался кинематографом. Отсюда и хобби. Впрочем, в СССР открытки с кинозвёздами были в большом ходу. Вездесущего интернета, где можно даже пообщаться с кумиром, тогда не было. Да и по телевизору особо про киноактеров не рассказывали. А на открытках и портрет, и творческая биография. Они продавались во всех киосках «Союзпечати», в общем-то, в магазинах «Союзпечати». Помню ещё их цену 5 копеек стоили чёрно-белые фотографии, 8 копеек цветные фотографии. И были даже цветные и чёрно-белые кадры из кинофильмов тоже по цене открытки 8 копеек. В коллекции и совсем известные актёры, и те, кого нынешнее поколение уже не знает, есть просто эксклюзивное фото. Вот актриса Тамара Логинова. Это мама ныне известной американской кинозвезды Милы Йовович. Она ещё в 90-е годы уехала в Соединённые Штаты Америки. И там всё делали для того, чтобы её дочь стала творческой и вместе с тем знаменитой популярной актрисой. Сама она снималась в целом ряде фильмов. Своя коллекция звёзд в областном Кривическом музее. На фото мэтры современного кинематографа ещё совсем юная. Это Олег Табаков. Голос кота Матроскина. Известный ещё по многим другим фильмам. И поколению постарше, и помоложе. Открытки с портретами советских актёров продавались везде. А вот с иностранцами было посложнее. Поэтому их фото раскупали мгновенно. Софи Лорен, Марчелло Мастрояни, Джина Лола Бриджита, Луи де Фюнес, Марлон Брандо и, конечно, Ален Делон. Кстати, на этом фото не французский, но красавец Никита Михалков. Вот артист Федеративной Республики Германии Хорст Бугольц. Особенно популярны были фотоснимки и творчества таких актёров, как актёра киностудии ДФГДР Гойка Митича, игравшего во всех современных русском городе блокбастерах об индейцах, зоркого сокола, чингачука и так далее. Фотографии индийского актёра Митхуна Чакра Борти. С фотокарточками звёзд связано немало курьёзных случаев. Так, на пике популярности мусульма Магомаева его портреты буквально сметали с прилавков. А вокруг Савелия Краморова такого же та же не было. И вот однажды иностранцы пожелали купить открытку с советским красавцем Магомаевым. Находчиво Киаскер, когда у него закончились все Магомаевы, а здесь были иностранцы, вот она в Москве была, всё, нету. А им хочется, она продала Краморова под этой вывеской. А что-то есть Магомаев? Сегодня звёзды стали куда ближе, но одно дело, когда они смотрят на тебя с компьютерного экрана. И совсем другое. Со старой открытки, которую можно взять в руки и вспомнить, как молоды они были. Да и ты сам. Ну а сейчас пришло время культурных новостей. О них нам расскажет Елена Стребкова в рубрике «Культси Вижен». Всем культ-привет. Начнём по традиции с обзора культурных событий, которые ожидают нас в ближайшие дни. В завтра в Могилёвском областном драматическом театре премьера спектакля «Не такой, как все». Начало в 18.30. А в театре «Кукол» 15 февраля в 12.00 можете увидеть музыкальную поучительную сказку в двух действиях «Кошкин дом». В воскресенье в это же время постановка «Пеппи Длинный чулок». 14 февраля в 18.30 приходите во Дворец культуры области на концерт Стаса Пьехи. Сто лет главному Могилёвскому храму. Православные верующие отметили юбилей освящения Кафедрального собора трёх святителей и вместе его престольный праздник. Этот православный собор – достопримечательность Могилёва, памятник архитектуры 20 века, храм в самом центре города и его жизни. Первый камень в его фундамент заложили ещё в 1903 году, а в 1914 осветили в честь трёх святителей. Когда в Могилёве была царская ставка, Николай II часто посещал собор. В советское время здесь был заводской клуб и гремела дискотека. Но время вернулось в пять, и верующим 25 лет назад вернули и храм. Ведь, по сути дела, храм этот в Могилёве был построен перед революцией последним, из храма. И удивительно может быть то, что когда прошли уже всё-таки безбожные эти все времена, то этот храм стал центром духовно-нравственного просвещения. В этом соборе всегда открыты двери. Люди приходят поставить свечи перед иконами, попросить о поддержке, здоровье и счастье. В храме есть список знаменитых икон Могилёва Братской, Божьей Матери, Белынической, Баркалабовской. Ещё там хранится память об историческом событии. Лик Ефросиния Полоцкой написан для встречи в Могилёве Мощей Белорусской Святой. Память же про трёх святителей – Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Войти в главный Могилёвский храм можно с трёх сторон. Поздравляю с праздником, с праздником, с великим праздником, с праздником трёх святителей, потому что это действительно наши небесные покровители города Могилёва. В храме проходит праздничное богослужение, а в такие праздники нам высококолокольным храмом и городом ведёт мелодию «Звонарь». Пробуждённые любовью пожизненной. Литературно-музыкальная композиция по случаю юбилея Аркадия Кулешова прошла в Могилёвской ратуше. И сразу от преподавателей и филологов посыпались предложения повторить её для большой аудитории. В зале ратуши мест свободных нет. Задолго до мероприятия сюда пришли по-настоящему заинтересованные творчеством Аркадия Кулешова люди. Его стихи напоминают о нашей юности, говорят люди преклонного возраста. Творчество Кулешова – это, как говорится, наш земляк, белорусский поэт. И мы очень, конечно, нам очень приятно услышать о нём. Подготовили литературно-музыкальную композицию библиотекаря Могилёва. Тут же состоялась и премьера песни. Могилёвский композитор Николай Яцков исполнил свои произведения на слова Кулешова. Тут у меня есть дорожный сборник, я зарабил на верше Аркадия Кулешова. И мне с ним всё сон, тут песни «Птушка золотая», «Могилёвская хмарка» и песня «Листоносца». Это в основном песни «Довоенная часу». Сдается мне, что до войны он был таким, больше лиричным таким поэтом, таким, как и про кахания писал. Это наш соотечественник-земляк, поэтому не случайно мы здесь собрались. Хочется, чтобы это мероприятие более широкое такое масштаб имело. Перед студенчеством выступить, повторить бы вот подобное. А на этом у меня всё. Редакция «Культи-Вижн» будет следить за всеми культурными событиями Могилёва. А я с вами прощаюсь и желаю новых культурных открытий. Ирина, ты что? Ты, подожди, что музыку слушаешь? Нет. Да, я слушаю симфонию в будущей весны. А, ты об этом слушаешь? Ты меня пугаешь. А птички поют что-то, не слышишь, что ли? Ну да, вот они, точно. Да, согласен. Ну что ж, на этой приятной ноте мы заканчиваем нашу программу и ждём ваших ребятских историй по адресу город Могилёв, улица Первомайская, 83, телефонной студии 2215-83-2290-70. Никогда не перепутать ничего. Ну и, конечно, заходите на наш сайт www.rmogilov.by в гостевую, оставляйте свои новости. Ну а мы с вами с удовольствием встречаемся уже на следующей неделе в городе. Чирикова. Какая Чирикова? Это ребёнок. Редактор субтитров А.Семкин